Скажите, у вас до сих пор сохранилась привычка знакомиться с литературными новинками? Тогда я хотел бы поговорить про книгу вашей соотечественницы Виктории Шваб, которая уже стала автором Нью-Йорк Таймс бестселлера. Книга называется Галант. Но прежде чем мы начнем ее обсуждать, я хочу рассказать немного про автора. Она очень известна своей предыдущей книгой, которая называется Незримая жизнь от Диларю. Удивительный сюжет, когда окружающие забывают про главную героиню через три минуты после общения с ней. Книга держит напряжение с первой до последней страницы. Искренне вам рекомендую. А сейчас хочу все-таки вернуться к Галанту. Что вы про него думаете? Галант хороший пример готической литературы. Кто-то сравнил ее с фильмом Багровый пик Гильермо дель Торо. Но тут мне трудно согласиться или не согласиться. Синематограф это не мое. А что вы чувствовали, читая Галанта? Видите ли, меня все-таки сложно испугать. Подозреваю. Однако и у меня иногда было, что называется, гус-скин. Вы знаете, книга меня тоже пробирала. Она, можно сказать, такая мрачная, но завораживающая. И да, адреналин выделяется, но при этом книга не пугает. А наоборот, удивляет, завораживает, настраивает на дальнейшее чтение. Отличное чтение для человека с живым воображением. Особенно в одиночестве. Хмурой осенней ночью. Меня буквально с первых страниц заинтересовала главная героиня. Она может видеть призраков, в отличие от других людей. Но при этом она никому не рассказывает про это. Видеть призраков потрясающая способность. К тому же классика жанра. Героиня сиротка из приюта. А подобные юные леди достойны участия, как никто. А как вам то, что ей достался дневник от своей безумной матери, где содержится предостережение «Держись подальше от галанта». Вам, наверное, знакома эта тема дневниковых предостережений? Не удивлюсь, если Виктория зачитывалась моим падением дома Ашеров в детстве. Вполне возможно, не исключаю. Но вернемся к Оливии. По сюжету она приезжает в родовое поместье по приглашению дяди. И тут узнает, что оказывается дядя погиб трагически год назад. И она не может быть в этом. И живущий сейчас в поместье кузен сильно ей не рад. Кроме этого, она вдруг встречает призрак своей матери, гуляющую по поместью. Это напоминает Шекспира с тенью отца Гамлета. Абсолютно. И у Оливии возникают гамлетовские как раз вопросы. Кто убил дядю? Кто ее пригласил? Что за предостережение? Ведь родовое поместье называется «Галант». Впрочем, давайте оставим читателю извлекать скелеты из шкафов и находить ответы на все вопросы. А сейчас давайте переключимся на следующую книгу. Субтитры создавал DimaTorzok